Воскресение По именам в 17-м, я прочитаюсь на дальний перевод. Таковы имены и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. А, то есть сегодня уже понедельник или даже вторник. Нет, конечно, не день недели имеется в виду. А что? Воскресение уже было. По-гречески очень я сожалею, вот как человек, который занимается научными исследованиями, исследованиями Библии, что до нас не дошли произведения противников Павла и других библейских авторов. Было бы здорово почитать, что на самом деле имены и филит говорили. Мы даже не знаем, кто это такие. Но имены упомянут в первом послании к Тимофею. И, может быть, как раз здесь это второе послание к Тимофею, поэтому логично развивать мысль о том, что нужно именно этим учениям противостоять. Но неважно, как их звали, сколько же было авторов на свете. И от некоторых из них осталось крохотное упоминание, причем упоминание полемическое. Вот все не так, как они считали. Вот, значит, что значит воскресенье уже было? Анастасин эда гегонене. Перфектная форма инфинитива. То есть в греческом языке есть разные прошедшие времена. И перфект обозначает, что результат его уже есть. Но бывают другие времена, которые обозначают действие в прошлом незаконченное или действие состоявшееся, законченное. А перфект – действие, имеющее результат. Тут та самая форма. Христос воскрес, не так ли? А что же тогда в этом противного веря? Ну, наверное, имеется в виду, что Христос воскрес и хватит с вас. То есть, а вы воскресать не будете. Ну да, Павел писал о том, что тогда вера наша тщетна. Но, может быть, имеется в виду нечто другое. Вы знаете, вот сегодня существует довольно много людей, которые читают евангельский текст, как они считают, с духовной точки зрения. Ну, в русской традиции наиболее известным был Лев Толстой. Он составил свое переложение Евангелия, соединив их и выбросив оттуда все, что его не устраивает. В том числе, кстати, воскресение Христа. На минуточку, да? Почему? Ну, потому что это чудо, это сказка, это фантазия какая-то. А в чем состоит благая весть с точки зрения таких людей о Христовом воскресении? Конечно, не в том, что он воскрес, а в том, что его учение бессмертно. В том, что его аудеи живут вечно. В том, что он изменил этот мир. Он умер, но он с нами в некотором переносном смысле слова. Очень может быть, что имена Эйфилит говорили примерно это. Причем совершенно не обязательно о Христе. Может быть, они говорили это о людях. Вот Павел обещает воскресение. Ну, не один, конечно, Павел, но христианская проповедь обещает воскресение. Они говорят, так нет, воскресение уже состоялось. Вот смотрите, вы были нечетивыми грешниками. Вы там пили, гуляли, воровали, блудили и все такое прочее. А теперь вы воскресли к новой жизни. Вы переродились, вы стали новыми. Потом, конечно, вы все равно умрете. Ну, и в чем толк? Не выгоднее ли тогда прожить эту жизнь с максимальными удовольствиями, потому что другой не будет. Будем есть и пить, и веселиться, ибо завтра умрем. Да, такой знаменитый лозунг, который, кстати, и Павел цитирует, но он вообще широко был известен в мире. Да, боюсь, что в этом раскладе, в другой логике, такой вот для человека значимый не найдешь. Почему важно, что воскресенье будет? Вы знаете, я не раз встречал людей, которые говорили, вот учение Христа — это великое, важное, значительное учение. Мы с ним согласны. Вот его этическая часть, его этика, она прекрасна. Но зачем эти сказки про воскресенье? Ну зачем? Это все мешает. Это просто позволяет как бы уговорить недоверчивых. Не знаю, я понимаю, что каждому из нас очень хочется воскреснуть. Вот честное слово, мысль о том, что однажды ты умрешь, и это будет полным финалом, она действительно ужасна. Может быть, мы себя обманываем в этом смысле, может быть, мы просто придумали красивую сказку. Но, с другой стороны, вот эта этика побеждает почему? Вот почему в мире, скажем, отсутствуют, или, по крайней мере, считаются крайне неприличными многие из тех вещей, которые в 9000 лет были нормальными. Например, рабство, например, геноцид, да и многое иное. Не потому ли, что люди думают, вот лично моя жизнь, она не исчерпывается этим временем, этим пространством. Она может иметь некое продолжение в вечности. И, значит, есть что-то более значительное, чем удовольствие. И воскресение Христово становится именно некоторым уверением того, что это действительно так. Говоря, что воскресение уже было, эти люди, может быть, не столько лишают нас надежды, хотя и это есть, сколько они подрывают основания веры. Потому что тогда что остается от христианства? Ну, некатаритический кодекс, который, в принципе, неплохо бы соблюдать для того, чтобы чувствовать, что ты соблюдаешь его. И все, да? И победы над смертью тогда нет. Тогда остается просто такое отчаяние человека, который, может быть, цепляется за что-то для него дорогое, значимое перед этой колоссальной пропастью. И разрушают некоторых веру, добавляет к этому автор. Но твердое основание Божие стоит, имея печать, и упознал Господь своих, и да отступит от неправды всякие, исповедующие имя Господа. То есть, смотрите, по сути дела, в качестве главного аргумента в пользу того, что воскресение еще состоится, Павел приводит вот эту личную связь верующих с Богом. Может быть, воскресение, которое уже состоялось в их понимании, то есть некоторое духовное перерождение, оно еще и означает, что Бог не очень-то и нужен. Что воскресение состоялось, все, пошли домой. А вот это учение Павла, это учение христианское, оно скорее говорит о том, что учение, что воскресение происходит, происходит в нашей жизни. Что, в общем-то, мы воскресаем. Что вся христианская жизнь — это воскресение, не разовое событие, не момент обращения, покаяния, какого-то еще важного духовного переворота, но процесс всей жизни христиан. Мне кажется, так гораздо интереснее. Прочитаю свой перевод. «О негодной болтовни сторонись, кто ее разводит, тех она ведет к еще большему нечестию, и слова их расползаются, как гангрена. Именно таковы гименеи Филет. Они отрицают истину, говорят, что воскресение из мертвых уже состоялось. И так увозят некоторых от веры». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. До встречи. До встречи. Продолжение следует...